Бог все видит и лицемерие в церкви. История Анании и Сапфиры. Мир вам, братья, сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, мы знаем, кто такие полицейские и что они делают. Представим, например, что мы идем в городе по тротуару, а навстречу нам полицейский. Какая у нас реакция? Конечно, мы успокаиваемся и рады, что будет порядок. Преступники, наоборот, прячутся, боясь наказания. Полицейский один, а реакция и отношение к нему разное и полностью зависит от нас и окружающих. Наши поступки формируют отношение к полицейскому. Бог все видит и лицемерие Анании и Сапфиры, которые мы рассмотрим в этом видео. В Божьем строении на земле, церкви, есть Дух Святой. Когда человек приходит в церковь, собрание, общение верующих, к радости, там всегда присутствует Дух Святой. Он видит все – поступки, мотивы, все, что происходит внутри каждого человека. Братья, сестры, как это прекрасно, что Бог знает наше сердце. А как реакция на полицейского? Вспомним, полицейский на улице. Не все, кто встречает полицейского на улице, хотят просто отдохнуть. Некоторые хотят воровать, хулигани, пьянствовать. Однако не все, кто приходит в церковь, имеют чистые намерения. Не искренность в поступках – грех против Бога. И искренность в наших поступках – вот это любит Бог. Разумеется, когда мы искренни и чисты с Духом Святым, то мы идем по дороге искренности и чистоты с Богом, которые в нашем сердце. Откройте для себя историю Анании и Сапфиры. Ведь Бог все видит и последствия лицемерия в церкви в этом видео. Узнайте о важности и искренности в наших действиях и о том, как наша чистота Духа угодна Богу. Присоединяйтесь к нам в путешествии духовного просветления и обретите освобождение, спасение и защиту. Не забудьте подписаться на более проницательный контент о вере и церкви. Присутствие Духа Святого Друзья, в церкви, в собрании верующих всегда присутствует Дух Святой, который видит все. Все намерения сердечные – и милость, и искренность. Чистота и лукавство, безусловно, ничто не скрыто перед Духом Святым. В прошлых видео мы посмотрели, как Бог воздает на поведение и намерение человека. Как видел этот закон, друг Бога Давид. Бог не меняется, он сегодня такой же. История Анании и Сапфиры. В Божьем земном строении церкви всегда, до времени, пребывает Дух Святой. Если человек входит в церковь, собрание, общение верующих, туда, где Дух Святой всегда присутствует. Варнава в церкви. Чтобы посмотреть историю Анании и Сапфиры, мы немного узнаем про апостола Варнау. Эти две истории взаимосвязаны. В некоторых исторических источниках говорится, что Варнау родители послали в Иерусалим учиться у ног Гамалиила. К тому же, вполне может быть, что он учился и знал Савва, апостола Павла. Когда Иисус Христос воскрес, он пришел в Иерусалимскую церковь и хотел приобщиться к ней. В то время в Иерусалимской церкви все, кто приносил деньги от продажи своих имений, получали покрытие всех своих нужд с кассы церкви. Поступок Варнавы, вероятно, стал всем известен. Так вот, в результате того, что Варнава продал всю свою землю на Кипре и отдал все деньги в церковь, положил к ногам апостолов. Это стало известным, как Левит Иосия возлюбил Бога, Иисуса Христа и церковь его. Тут услышали об этом Анания с его женой Сапфирой. Уроки жизни в церкви Анания и Сапфира Известность Варнавы Анания с его женой тоже захотели иметь то, что дал, воздал и как поступил с Варнавой Бог. Хотели также приобщиться к этому. Кстати сказать, их никто не заставлял это делать, продавать дом. Продали свое имение, а потом, сговорившись со своей женой, дали, принесли к ногам апостолов деньги. Сказали, что они, как и Варнава, дают все. Но... А Петр сказал, Деяние, 5 глава, стих 3. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Это книга Деяния, 5 глава, стих 3. Смотрите, друзья. Тут апостол Петр говорит солгать Духу Святому. Не братьям и сестрам, не пастору, а именно Духу Святому. И тут важно, стоит отметить, что именно Дух Святой. Апостол Петр говорит Анании солгать Духу Святому. Сапфире – искусить Духа Святого. Результат? Мы помним один. Их вынесли и похоронили. Подлинность наших действий – уроки Анании и Сапфиры. Верить Духу Святому. Они, как видно, не верили в Духа Святого и не знали его. Хотели обмануть Петра и апостолов. Обман в церкви – не служители и братьев и сестер. За всеми нами стоит Дух Святой. Он знает все – обман Духа Святого. Вместе с тем, они хотели обмануть не апостолов в церковь, не Духа Святого, а Бога. Ты солгал не человеку, а Богу. Безусловно, это страшно, друзья, лицемерить и лукавить с Богом. Жизнь в церкви в присутствии Духа Святого – это очень серьезно. Если не хочешь честно идти к Богу, в Его церковь не иди. Но если идешь, как сказал Давид, будь честен, непорочен перед Ним и остерегайся, чтобы не грешить. И воздаст Господь по правде, по чистоте рук твоих перед очами Его. Как мы видим исцеление, знамения, чудеса, освобождение. Так же Дух Святой, безусловно, видит и наши сердца, наши мысли и мотивы. И, конечно, то, помимо всего прочего, что мы говорим за стенами церкви, как сговорились Анания и Сапфира. Бог видит все. Раскрыта история Анании и Сапфиры. Дух Святой только в здании церкви? Давайте посмотрим еще один интересный момент из жизни Анании и Сапфиры. Откроем Деяние апостола, 5 глава, стих 1 по 3. Некоторый же муж, именем Анания, с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из сыны, сведомо, и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Это книга Деяния, 5 глава, стих 1 по 3. Стих 2. Анания утаил из сыны, сведомо, жены своей. Кстати сказать, друзья, кто присутствовал при этом разговоре? И это, несомненно, было вне здания церкви. Почему? Так как у них на руках были все вырученные деньги. Они, получив, вышли и где-то утаившись, обговаривали эту ситуацию. И, решив оба, утаить часть денег. Вдобавок, это происходило вне здания церкви. Кто их видел и присутствовал при разговоре? Дух Святой. Он сообщил апостолу Петру об этом сговоре. Когда человек хочет приобщиться к церкви, к телу Христовому, прежде всего, он должен знать, что Дух Святой с ним везде, даже в утаенных местах. Спасибо, что Бог видит все, что мы делаем в тайной комнате, и видящий тайное нам воздает явно. Скажите аминь, друзья. Спустя три часа. Помним историю про Адама и Еву. Там Ева дала плод Адаму. И оба ели, и оба были наказаны. Здесь Ананя и Сапфира сговорились заранее обмануть апостола. Но вынесли Ананию, и через три часа, примерно, пришла его жена. И апостол Петр уже спрашивает жену, отдельно от мужа, что она скажет, правду или нет. Она была в сговоре с Ананией, и не хотела отказаться от своего решения. Это книга «Деяния», пятая глава, стихи 7 по 11. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господне? Вот, входят в двери, погребавшие твоего мужа, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила Дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою, и, вынеся, похоронили подле ее мужа. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Это книга «Деяния», пятая глава, стихи 7 по 11. Как вы думаете, если бы Сапфира на вопрос Петра сказала правду, вынесли бы ее за ее мужем или нет? Это я оставляю вам на раздумье, так как это не описано в Слове Божьем, значит, для нашего личного размышления. Но описан другой результат. Она не отказалась от обмана апостолов. Тут важно, что и говорить. То, как мы ведем себя в церкви со служителями, братьями и сестрами. Бог все видит и искренность причащений и крещений. Дух Святой всегда видит все и того, кто хочет принять вводное крещение, кто хочет, чтобы за Него помолились за крещение Духом Святым и даренных языков, кто принимает причащение. Бог, Дух Святой, кроме всего прочего, видит каждого, где бы он ни был, кто протягивает свою руку за причастие. Неискренность поступков – грех против Бога. В то время, когда мы сбиваемся на путь лыжи, мы грешим против Духа Святого, движущего нашими сердцами. Разумеется, только искренность в наших поступках – это любит Бог. Идя по дороге искренности и чистоты с Богом, мы искренне и чисты с Духом Святым, движущего нашими сердцами. В общем, мы посмотрели в последних трех видео о том, как Бог смотрит за Своей Церковью и воздает. А вообще мы говорим об освобождении и жизни в свободе, а это Церковь, пост и молитва. Вместе с тем мы уже говорили о Церкви и поведении в ней, о посте, который может иметь каждый. А в следующее видео мы будем говорить о молитве, которая дает результат. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит евангелист Лука о Варнаве, Анане и Сапфире и искренности в Церкви с Духом Святым, Богом. Более того, мы еще много будем говорить на тему освобождения, жизни в свободе под ведением Духа Святого, Бога Отца Иисуса Христа. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аминь.